Сплетни, интриги, денежные махинации, желание угодить. Все это Киров лес. Нет, это не нашумевшая компания, уголовное дело, а новый спектакль в Кировском драмтеатре. Его автор Константин Солдатов обещает, Алексея Навального в постановке не будет. Все это совпадение. Речь пойдет исключительно о пьесе Островского. Характер у героев нового спектакля в Кировской драме действительно еще те. Взять хотя бы главную героиню Раису Гурмышскую. Портит жизнь помещица собственный племянник под угрозой отношения с молодым любовником. И весь этот фейерверк бытовых эмоций взят из пьесы Островского леса. С подачи худрука театра и постановщика Константина Солдатова название пьесы скорректировано на Киров лес. Начал рассказ о новом спектакле солдатов именно с этого. Почему Киров лес? Потому что мы живем в городе Кирове, а пьеса, которую мы взяли в работу, называется лес. Все очень просто. И не нужно зрителям образ небезызвестного Алексея Навального искать, либо судебное заседание не о том пьеса. А вот схожая для сегодняшнего дня проблема и обычных людей – это, пожалуйста, как люди достигали своих целей в 19 веке. Да точно так же, как и сейчас, считает режиссер. Сплетни, интриги, лицемерие, желание угодить – все это используется и сейчас. Мы определили это как уни-тайм. Есть уни-секс, а это уни-тайм, когда без времени. То есть мы можем какую-то уловить интонацию сегодняшнего дня. Причем донести до современного зрителя универсальные характеры разных эпох по силам именно молодым актерам решил солдатов. В пьесе задействованы несколько молодых актеров театра. Каждый из героев Островского, он хочет счастья. У всех оно в своем заключается, в своем каком-то понятии. Вот у Аксюши счастье быть с любимым, но, к сожалению, она сильная молодая женщина, которой приходится все на своей спине, самой ковать свое счастье. О сильных и упорных, целеустремленных и жадных – все это Киров Лес. Премьера спектакля не о судебном деле Навального. Намечено в Кировской драме на 10 ноября. Дмитрий Ежетарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.